Ребята, всем привет! Вы на канале Амиркина всю голову и я его ведущий Саняга. Короче, сегодня видео прохождение вот этой вот классной игры. Наверное, все ее узнали. Это Солдат Фортуны. Будет проходить его мой друг Роман. Я, к сожалению, так и не смог пройти. Игра будет версия захачена и добавлен будет звук от General Sound. Очень классный звук. В общем, сами смотрите, все увидите. Мне, честно говоря, самому не терпится посмотреть это прохождение. Немножко так покомментирую. Все, ребят, давайте не будем терять времени и погнали смотреть. Вот перед нами появляется меню с выбором управления клавиш. Ну что ж, кейбард. На кейбарде остановился Роман и первый уровень. Да, кстати, сразу скажу, игра очень классная, очень мне нравится, очень сочная, цветная и что такое немаловажно. Это клэшинг. Здесь он практически отсутствует. Он, конечно, есть, но его настолько мало. Художники и программисты очень сильно постарались. Да, и, кстати, вот замочил наш герой первого колдуна. Итак, давайте хотя бы поговорим немножко об игре. Значит, наш герой это бесстрашный воин, который бросил вызов неизвестности и решил освободить страну от повелителей зла. Ну и давайте немножко истории самой самого сюжета игры. Значит, весь конфликт начался, когда 7 очень беспощадных, злых и коварных колдунов решили завоевать эту землю. Ну то есть нашу землю, да. Они ее завоевали. Затем построили замок, окружили его скалами и пропастями и стали сеять зло и разрушение. Ну и значит, до нашего героя многие, кто пытались добраться до злодеев, одолеть их, но, к сожалению, не смогли. И вот настал черед нашего героя, которым управляет Роман. Ну и посмотрим, сможет ли он одолеть этих злых колдунов. В каждом уровне у нас по по всему уровню разбросана карта, которую мы должны собрать. Карта посередине внизу, значит, отмечается, когда мы собираем. Вот синий квадратик закрашивается в карту. С правой стороны у нас вид оружия. С левой стороны у нас жизни. В принципе, менюхо классно сделано. Все очень красиво. Ну вот, единственное, при записи на захват экрана появились вот такие вот мерцания. И причем, на чем бы я не записывал эту игру, всегда вот эти мерцания остаются. Ничего не поделаешь, решил записать так. Кстати, сам я ее не смог пройти эту игру. Как вот в детстве я ее не мог пройти, так и сейчас. Ну вот, спасибо Роману согласился и прошел. И вот наш герой попадает на деревья. Нарисовано очень красиво. Деревья стоят без листьев. И вот Роман не замечает карту. Кстати, последнюю. Последний кусок карты. И вот карта у нас здесь. Он ее обнаружил и подобрал. Все, карта у нас собрана. И нам нужно двигаться к колдуну. И вот наш колдун, которого надо уничтожить. Он смеется над нами. Да зря смеется. Комбат бонус 8000. Неплохой результат. И вот мы попадаем в подземелье. Очень трудный момент с плотами. И вот, к сожалению, погибает. Но шесть жизней было. Осталось пять. Карта целиком собрана. И вот мы переходим на второй уровень. Графика в игре в разных уровнях своя. То есть, разнообразие по графике очень хорошее. Вот появились новые злодеи в рыцарском облачении. И их уже надо в них два раза стрелять. Чтобы их одолеть. То есть, со временем прохождения игры, игра становится сложнее. По ходу прохождения игры, да, игра становится сложнее. Ножом даже три раза в них надо попасть. Ну уж, коварные птицы, от которых очень трудно вернуться. Вот второй раз из-за птички погибает наш герой. И остается три жизни. Но надеюсь, жизни сейчас наберет. Вот очень трудный момент перепрыгивать мост, который под нами рушится. Но Роман без проблем проходит этот момент. Что ж, поворачиваемся от булыжников. Да, и здесь есть секрет. Чтобы колонны перепрыгнуть, надо вниз колонн этих-то стрелять. Чтобы они стали меньше. Вот вторая часть карты собрана. И осталось еще четыре части собрать. И вот мы видим наверху часть карты. Ну что ж, надо запрыгнуть наверх. И мы попадем как раз таки к нашей карте. Вот она, да. Ну вот почему-то Роман не хочет брать топор. Хотя топор сильнее. Но, наверное, на это есть свои причины. И вот мы попадаем в место, где лежат прямо две карты. Две части нашей карты, точнее. И колдун. Но очень быстро Роман с ним расправился. И набрал оружие. Да, кстати, за каждого колдуна дается по жизни. И это, в принципе, считаю очень неплохо. Иначе эту игру нереально было бы пройти по-другому. Если бы не было столько возможностей набрать жизни. И так попадаем в новое место. И последняя часть карты найдена. Теперь надо искать выход. А вот и выход. Так, попадаем в колдуну. И у колдуна нет шансов. Комбат бонус 8000. Это максимальное, что можно было здесь взять. И вот мы читаем, что все есть. Все набрано. Сцена третья. И посмотрите, как меняется графика. То есть разнообразие графики в этой игрушке потрясает просто. Да, недаром это настолько известная игра. Солдат Фортуны. Есть ремейк на IBM PC под эту игру. Но, честно говоря, я не впечатлен. На самом деле атмосферу ZX Spectrum не заменить ни на одной платформе. Здесь своя индивидуальная атмосфера. Да, у нас очень трудный момент был. Да, вот нашли проход. Т.е. стены можно, как вы уже поняли, проломать в определенных местах. И вот вторая часть карты. Чуваки с первого уровня, кстати. Т.е. 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 Нашли выход В другую пещеру И обнаруживаем часть карты Очень опасный момент Я на нем все время Запарывался И здесь надо Такой большой опыт Чтобы перепрыгивать через эти шипы С первого раза Поверьте ребят Это у вас не получится По крайней мере Я не видел чтобы с первого раза У кого-то это получалось Итак телепортатор И оказываемся где-то В другой пещере Да конечно потрясает Игра своей разнообразностью По графике И вот с добавлением Музыки от General Sound Конечно атмосфера игры Сразу поменялась Очень круто Играть в такую игру Как будто бы Открыл для себя Игру по новому Вот именно с данной музыкой Вот эти крики все Сама музыка Звуки Очень круто сделано Спасибо ребятам Которые это сделали Еще раз повторюсь Смотрите в описании Там вы найдете Для себя информацию По играм С поддержкой General Sound Где можно скачать Кто написал В общем вся информация Так Телепортировался И Последний Последняя часть карты То есть карта Целиком собрана Карта третьего уровня Очень хорошо играет Да кстати ребята Ссылку оставлю в описании На канал Романа Роман Поклонник Современных Амиг Ну современного компьютера Амиги Амига У него Амига 5000 Он является владельцем Данного компьютера И снимает видео Переходите по ссылке В описании На его канал Смотрите Я думаю Что вам Понравится Он кстати Сам портирует игры С IBM PC Под Амигу 5000 У меня на канале Есть видео Снятое у него дома Где мы снимали Как раз таки Небольшой обзор Про компьютер Амига 5000 Можете посмотреть И вот смотрите Как здорово Нарисовано Какая Офигительная Графика Замка И причем Посмотрите Наш солдат Идет И Флешинга Практически нет То есть Очень сильно Постарались Художники Большое им За это Человеческое Спасибо Ну и вообще Я считаю Что Игрушка Практически Уровня Денди Можно так сказать Только Единственное У Денди Нет Такой Атмосферы Как у Спектрума У нее Конечно Своя атмосфера У Денди Я не спорю Мне она тоже Нравится Но у Спектрума Своя атмосфера Она Никакая Платформа Ее больше Не заменит У каждой Платформы Своя атмосфера У Амиги Своя У Сеги Своя У Денди Своя И они Все разные К сожалению Сейчас Компьютеры Все Однообразные Нету Идентичности Компьютеров Все одно и то же Везде Да и компьютеров Практически нету IBM PC Занял Все И остались Вот Любители ZX Spectrum Любители Амиго Я являюсь Таким Я думаю Вы меня понимаете Новые игры Я вообще Играть не могу А вот старые Играю И смотрю И с удовольствием Да и мы Подходим Телепортатору И Я за разговорами Не заметил Как карта Полностью Собрана Что ж У нас Самое мощное Оружие Четыре Жизни И Телепортатор И вот Такой опасный Момент Всегда Вот с этими Плотами Очень опасный Момент Их Очень тяжело Перепрыгивать Все время Запарываешься Именно на них Что ж Сказать Роман У нас Профессионал В данной игре В детстве Он ее Проходил И поэтому Память рук Делает свое Дело Я заметил Если игру Раз прошел То и будешь Ее проходить Постоянно Главное Пройти Один раз Самый Главное Первый раз И вот Колдун Наш герой Его мочит А наш герой Знает Как мочить Колдунов А самое главное Открою Небольшой секрет Не надо Прыгать Зад Вперед Надо Стоять Практически На одном Месте И Стрелять В него Если Начать От него Прыгать Вза Вперед Практически Сто Процентная Вероятность Того Что У вас Замочат И так Опять Опасный Момент Плод Что Ждем Вот Подъехал И нам Нельзя Упасть В речку Так Как Вода В ней Мертвая И Вот Чудом Чудом Роман Не Упал Что Ищем Выход Вот Я Как Воду Глядел И Все Таки Упал Он Нечаянно В речку С этой Мертвой Водой И Немножко Окочурился Но Было 5 жизней Осталось 4 И Надеюсь Что Хватит Этих Жизней Чтобы Победить Эту Нечисть И Освободить Землю От Злых Колдунов И Вот Как Раз Таки Первый Наш Колдун И Это Ребята Походу Последние Колдуны Это Именно Царство Этих Колдунов Мы Попали В Их Главное Логово Что Первый Колдун Уничтожен Второй Колдун Приходит Ему На Подмогу Ну Что Ж Держит Слав Роман Молодец Уничтожает Второго Колдуна Что Ж На Подмогу Им Приходит Третий Белый Колдун Ну И Вот Он Одолевает Романа Но У Романа Набрано Было Шесть Жизней Поэтому Не Страшно Потери Одной Жизни Давай Мочи Эту Нечисть Третий Колдун Пал И Будет Ли Четвертый А Нет Ну Что Ж Ребята Конец Игры Роман Мы Тя Все Поздравляем Говорим Тебе Все Огромное Спасибо За Прохождение Отличное Прохождение Было Итак Ребята Приключения Были Очень Классные Мне Лично Очень Понравилось Спасибо Большое Роман Еще Кому Понравилось Ставим Лайки Кому Не Понравилось Уверен Будет Мало Ставим Дизлайки Ждем Новых Игр Новых Прохождений Всем До Встречи Всем Всего Хорошего И Всем Пока